Всем привет! Сегодня мы будем готовить с вами баклажаны в таком густом соевом соусе, кисло-сладком. Он очень вкусный, обволакивает полностью баклажанчики. Это очень вкусно! Для начала нам понадобятся баклажаны. У меня здесь на 750 грамм баклажан. Я буду делать не очень большую порцию. Баклажаны нужно порезать пальчиками. Так как баклажаны у меня не очень большие, я буду их разделять еще на 2 части в длину. Если баклажаны подлиннее, режьте на 3, чтобы они не были прям очень длинные у вас. И режем пальчиками. Затем, если баклажаны у вас покупные, лучше их все-таки присолить изначально, если вы в них не уверены, что они могут немножечко горчить. Я их присаливаю, где-то чайную ложку с горкой, перемешиваю, оставляю минут на 15, для того, чтобы они пустили сок. Затем промываю и выкладываю их на полотенце, для того, чтобы стекла лишняя жидкость. После того, как жидкость ушла, отправляю баклажаны жариться на довольно таком сильном огне, для того, чтобы у них образовалась такая небольшая поджаренная корочка. Пока жарятся баклажаны, приготовим соус. К соевому соусу добавляем воду, сахар или мед, можно совместить чуть-чуть того, чуть-чуть другого. Я добавляю по вкусу немножечко перчика, можно добавить другие какие-то специи, если вы хотите. И также добавляю сюда кукурузный крахмал, обязательно кукурузный, он не имеет ни вкуса, ни запаха, что очень актуально. Перемешиваю, для того, чтобы не было никаких комочков крахмала венчиком, либо вилкой. И теперь еще нужно добавить сюда чеснок и уксус. Я добавляю 4 крупных зубчика чеснока, это где-то практически головка чеснока нам понадобится. И добавляю сюда уксус. Если вы хотите покислее, добавляйте 40 грамм, если чуть-чуть менее, кислыми 30. Вот такие вот баклажанчики, я их жарила без крышки. Добавляю сюда соус. И первое время нужно соус как бы немножечко шевелить, поддевая его лопаткой, для того, чтобы он равномерно схватился. Чтобы он никакими нигде комочками не взялся. Просто шевелю немножечко баклажаны. Соус прогревается и начинает потихонечку густеть. Вы видите, соус практически полностью загустел. Обволакивает уже баклажаны. Баклажаны становятся вкусненькими, он уже вот густеет, вот такой становится красивый. Затем еще нужно будет накрыть крышкой баклажаны и на маленьком огне довести их еще минут 5-10, чтобы они пропитались полностью у нас соусом. И можно снимать. Баклажаны без соуса у меня жарились минут 20. И вот так вот еще минут 7, наверное, они у меня жарились под крышечкой потом. Все можно выкладывать. Они вкусные и в горячем, и в холодном виде. У них такая блестящая сверху корочка очень красивая. Посыпаю кунжутом и приятного аппетита. Это очень вкусно, очень быстро и очень просто. Обязательно попробуйте. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok